Приветствую в новой серии прохождения Глаз Дракона Заморога. Сегодня мы отправляемся в область Раскал, будем охранять караван. За кадром накидал немножко очков магии, они нам потребуются, потому что далее откроются наиболее сильные заклинания и крутые. В Раскале караван спавнится прямо под нами и с ним есть одна хитрость, которую можно сделать. Допустим, он чешет слишком быстро для вас, как и вот эта добыча, поэтому можно караван просто замедлить. Он пойдет не с такой скоростью и у вас появится время... О боже, что это такое? И у вас появится время на то, чтобы зачистить локацию впереди. Можно обновить замедление. Отлично. Здесь есть довольно мерзкие шаманы, вот эти, которые бьют молнией. Так что с ними стоит расправляться быстро. Страх и замедление, то что нам нужно. У нас есть отличные заклинания для борьбы с наземными целями. Стоит ими пользоваться. Например, я вижу, что здесь такие цели сейчас сразу несколько. Мультикил. Класс. Опять чешет впереди караван. Надо бы его продолжать замедлять, чтобы он не чесал так быстро. Морок у нас дракон явный, не для гонок. Ну и, конечно же, сытый дракон. Довольный дракон. Запомните вам, возможно, это еще пригодится. Здесь можно было бы поднять, наверное, гору, потому что уж очень дофига их здесь. Или подождать, пока откатится кратер, потому что гора, как ни крути, перезаряжается довольно долго. И никаких проблем сразу. Очень клево помогает от орд наземных противников. Замедлили. Снова. Постройками займемся, наверное, позже, потому что сейчас более важно уладить дела с наземными силами. Мажем по нему безбожно, просто мажем. Интересно, хватит мозгов этот кратер обойти или нет. Здесь уже можно более драться магией. Заклинания к этому предрасполагают. Врагов просто размазывает. И смотри-ка, хватило им мозгов обойти этот кратер. Так, а вот здесь есть весьма неприятные эти поджигатели, поэтому... Стоит бы ими заняться. Там гора, по идее, должна вырасти. Да. Отлично. Сработало. Просто замечательно. Караван чешет здесь. Вернемся к нему. Нужно бы снова обновить замедление. Вот так у нас появится время. Видимо, здесь шамана. Ах ты, замедлил другого. А нет, в принципе, я обоих замедлил. Это уже не жалец, понятное дело. Это уже не жалец, понятное дело. Можно его съесть. Ну вот, отлично. Дорога на эрскалу, она ведет туда дальше, поэтому можно отправиться вперед и пока зачистить ту область. Что у нас здесь? Синистер-винги. Можно им отправить экстренную бригаду строителей, которые разнесут по камушку их логово. Ну, они хотя бы на себя отвлекают. Да и ладно. В принципе, вот в этом фишка призыва. То, что не приходится тебе все самому делать. На летающих, мне кажется, гора, скорее всего, работать не будет нормально, поэтому я их не замуровываю. Караван там уже рядом. В принципе, можно его замедлить. Чтобы он так быстро не пилил сюда. Еще команду строителей сюда. Отлично. Что ж такое? Генерируется их что-то здесь прям вот немеряно. Задолбал, перелетать. Отлично. Ох, а впереди-то там чё? Нужно скорее с этим идти разбираться. Там целый взвод этих поджигателей. Сейчас мы комбо-вомбо сделаем. Опа. Да, точечно вот с ними неприятно воевать, а вот так группой забирать просто обалденно. Замедляем караван, потому что врагов впереди еще довольно много. Или мы замедлили только одного? Походу мы только одного и замедлили. Придется сейчас обновлять это дело. Вот, теперь двое. Еле-еле там ноги, ноги передвигают. Что ж у вас здесь так много-то? О, уровень. Это здорово. У нас теперь появилось новое заклинание «Звезда надежды». Вот теперь-то я его возьму. И еще потокоманы. И мы можем «Звезду надежды» разместить вместо чего-нибудь менее полезного. Например, вместо призыва бесполезного синестервинга. «Звезда надежды» она еще подлечивает вызванных. Так что в комбе с зомбиами она проявится, я думаю, хорошо очень. Караван. Опять чешут на повышенной скорости. Какой-то свой придумал волшебный обход здесь. Непонятно в какую сторону. Что у нас здесь? Поджигатель, что ли, какой-то? Нет, просто такой обычный противник, который пращник. Интересно, конечно, они себе маршрут придумали. Прямо через всех этих монстров. Боже. Так, нужно срочно с этим что-нибудь сделать. Кратор. Кратор сюда. Отлично. Так, вроде, они передумали и пошли куда-то в другую сторону теперь, походу. Минус прачник. Походу, я им обломал какую-то траекторию волшебное движение через вражеские ряды, которые они себе там придумали. И вот можно будет сейчас как раз-таки применить Звезду Надежды. В сочетании с зомбями. Не понял. А ее что, вырубили уже? Не понял. Ну вот, на зомбе отвлекутся. А нет, вон она, Звезда эта летает. И что-то вроде даже делает. Мерзкие поджигатели. Бесит. Нужно его замедлить, чтобы он не чесал туда так резво. У нас, конечно, регенерация высокая, но постоянные поджоги терпеть тоже не стоит. Я бы даже броню на себя накинул ради такого. Ну вот, теперь нам должно быть далеко не так больно. К нему вообще прилетает этот яд, интересно. Достал. Ну вот, караван вроде живет, да? У нас. Отлично. Теперь можно перейти, наоборот, на большую скорость. Насколько живет Звезда Надежды, интересно. Пока не сякнет заклинанию. Можно, в принципе, ее компить со Звездой Отчаяния. Мы ее чуть позже, возможно, тоже возьмем. Живет она довольно долго. Если еще и подлечивает, так неплохо. Интересно, можно посмотреть, типа, от ее вида? Да, вот так она выглядит. Типа, такие шипы склеенные. Так, а я хочу теперь камеру-то назад вернуть. Спасибо. Кстати, если бы у нас была скорость, то, возможно, караван, наоборот, можно было бы ускорять. Так, вот здесь уже разберемся лично. Пока самое лучшее заклинание наше, это, конечно же, кратер. Ну вот. Невероятно. Вот 10 тысяч единиц опыта, это действительно невероятно. Укрепить город до пятого уровня. Ладно. А до какого уже можно укрепить? По-моему, до максимума он и так укреплен. Нет? Теперь дает задание ограбить тот караван, который в области Форест. Видимо, мы этим сейчас и займемся. И здесь, я думаю, нам пригодится все-таки заклинание Пойза Нового, которое можно будет скастовать, находясь в толпе Стрикос. Так что, вполне себе вариант. Поехали в Форест. Полетели, вернее, туда. Ой, 56% здоровья осталось у Вандерленда. Ну, думаю, там не сильно страшно все. Идем выносить караван в области Форест. Но перед тем, как мы это сделаем, стоит вынести город предателей. Хотя, наверное, если бы здесь жили они предатели, это тоже по-прежнему была бы норма. На город нам понадобится парочка кратеров, гора и камнепад. Сейчас кратер. Дело в том, что город лучше вынести первым, пока не отспавнилась куча Стрикос. Я сейчас жду, пока перезарядится второй кратер на ускоренной промотке. Сейчас он откатится, и мы туда вернемся. Очень важно то, что Стрикозы бьют на ни много ни мало 45 урона. Поэтому с нашими 80 жизней нетрудно посчитать, что двух попаданий мы не переживаем. Поэтому обязательно стоит вылетать в город под броней. Будет наилучшим вариантом. Сейчас кратер, зарядится камнепад. Зарядился камнепад у нас. Зависаем где-то вот так над городом. Кидаем камни на этот алтарь. И теперь поднимаем гору, пока действует броня. Идеи этого должно быть достаточно. А, это была не броня? Это была не гора? Ладно, сейчас будет гора. Очень важно это сделать, пока броня не закончилась. Как видите, даже под броней нам влетает очень неслабо. Но, как видим, этого хватило, и это круто. Может, это иногда не хватит. Может, гора заспаунится в каком-то странном месте. И тогда придется добить еще каким-то скиллом и город. Но, в целом, этого набора, то есть камнепад, два кратера и гора, для уничтожения города должно хватать на пятой сложности. И со стрекозами, еще раз говорю, будьте осторожны, если вы еще не раскачали жизнь. И вот именно по этой самой причине жизнь буду поднимать более 90, чтобы можно было пережить два попадания от стрекоз. И летать, да, лучше все-таки под броней. Теперь видим, здесь идет караван. Караван лакомая цель, чтобы убить его одним-единственным кратером, как это делается. Мы видим впереди стоящих, кидаем на них замедление. Сейчас подойдут задние, увидят нас и встанут в область такую, чтобы кратер мог достать их всех разом. Это делается вот как-то вот так. Иногда, правда, кратер не убивает всех разом. Некоторые могут выжить после этого. Поэтому придется их добивать вот так. И в это время стоит не попасть под стрекоз. Каос, действует броня. Это как бы норма, но действует она не все время. А вот как раз у нас есть Звезда Надежды. Сейчас она их добьет, наверное. Где она вообще там отспавнилась? Что она там делает? Она хоть что-то делает? Звезда? Ты хоть что-то делаешь? Звезда? Звезда? Ты стрелять будешь по кому-нибудь? Так, давайте почитаем, что делает Звезда Надежда. Она же должна бить как бы цель. А что она нихрена не делает? Она должна стрелять энергетической стрелой. Не стреляет? Странно это. Так, вижу, что закончилась броня. Поэтому перенакладываем. Без брони тут делать нечего. Караван весь сдох. Забираем артефакт. Старикоза нас пока не интересует. Можно на ускорение лететь к области, где находится город. Это, говорит, было плохое, очень плохое место. Мужик, все ваше королевство очень плохое место, пока здесь живут люди. Что ж, камнепад теперь можно заменять на заклинание «Медленная смерть». Оно, мне кажется, на стрекозах будет более полезно. Но, в принципе, группы стрекоз можно сливать через заклинание «Ядовитый шлейф». Вот этот. Главное, опять же, не забывать это делать под броней. Что-то я разочарован заклинанием вот этой звезды. Как-то, может быть, звезду отчаяния взять в комбу с ней, чтобы она работала лучше. Жду пока перезарядятся все заклинания, чтобы у меня был полный набор. И тогда будет круто. Вот, пошло заряжаться. Тут все равно быть осторожным на двойной скорости. Я здесь без брони летаю. Могут наказать меня за такое. Ну вот. Посмотрим, целесообразно ли применять на стрекоз заклинание «Медленная смерть». Она как бы кэдэшится довольно долго, да? А, лол. Ну да, на стрекозу я его применил. Посмотрим, насколько быстро она и сдохнет. Не, вот, блин, у Бароха было отличное заклинание для этой локации. Самонойдящиеся стрелы. У этого Морога заклинание, которое дамажит в час по чайной ложке. То есть оставил и ушел. Но за это время от спавницах еще хреново туча стрекоз. Меня такой вариант не устраивает. Поэтому надо попробовать что-то другое, мне кажется. Что же, тогда броня. Без вариантов, как бы. Попробую еще раз я с заклинания «Звезда надежды». Вдруг от него будет реально какой-то толк. Благо, всего на 15 урона входят, и эти 15 урона тут же регенятся. Ну что, звезда, ты будешь стрелять по кому-нибудь? Да, стреляет, смотрите. Надо же. Может быть, в комбе с замедлом необходимо использовать ее? Скажем. Ну вот она, да, делает по кому-то выстрелы, но непонятно, как-то редко очень делает. А, она по людям целилась. Сколько она вообще дамажит, интересно? Опять там людей она, короче, выпиливает. Да, вот это цели она, конечно, себе выбрала. Интересные. Ладно, «Звезда не звезда», «Стрекозятник» выносить надо, и это нужно сделать в первую очередь. Кстати, здесь как раз для кратера есть отличная цель. Ой, мы без брони, сейчас нам будет плохо. Ох, вот этого закошмарило. Не, смотрите, а кратер от этого монстра очень неплохо откусывает кусок. То есть, это прям то, что нужно для борьбы с ними. Сейчас настакаем яда, он сдохнет. Ещё 250 опыта, довольно неплохо. Надо будет взять ещё «Звезду отчаяния» для комплекции. Зомби — это хорошо, но, блин, их вырубают довольно быстро с «Стрекоза», то есть одним попаданием они их уничтожат. Что ж, мы выяснили, что с этими большими динозаврами неплохо справляется кратер. А чё насчёт ядовитого шлейфа? Если подзависать на «Стрекозой» с ним, чё будет? Замедляем. Пофигу вообще. Шалко, что нет самонаводящегося чего-либо. Да, чё-то шлейф как-то не то, чтобы прям эффективен. Ох, броня закончилась. Сейчас будет 45 урона. А, нет, 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 нормально. Нормально, нормально. Ну, «Стрекоза» убивается довольно долго шлейфом. Мне кажется, лучше здесь будет «Пойзоннова». Потому что «Пойзоннова» «Стрекозу» хотя бы прикончила. Блин, это такой расход магии на одну «Стрекозу» — просто ужас. Так, отравили. Да, хорошо. Всё, вот этой «Пойзоннова» — «Стрекозу» должно быть достаточно уже. Кушаем пока по пути. Да, со «Стрекозами» чё-то он справляется, конечно, не а лёгкак. Ну чё, у нас будут дальше заклинания, которые позволяют это быстро сделать. Да, вот, склеилась она от «Пойзоннова» нашей. Можно плюнуть на дорожку. Минус «Стрекоза». В принципе, блин, ну мне бесит то, что «Пойзоннова» перезаряжается так долго. А «Звезда надежды» — того дольше. Но выбора нет особого. «Стрекоз» надо убивать. Делать это быстро. Бронём. Нет, конечно, возможно, это могли сделать зомби, но зомби здесь аннигилируют крайне, крайне быстро. И выбора особого у нас нет. Так, замедлить. Всё, «Стрекоза» — это минус «Стрекозащитой». Но как же долго перезаряжается эта комба, броня, вот этот шлейф. «Пойзоннова» — блин, это просто ужас какой-то. Здесь перестроилось их логово, по-моему. А нет, оно не перестроилось, просто урона не хватило, чтобы добить его. Ладно, давайте пацанов призовём лучше. Что-то не лучше с этим справиться как-то. Так. Кстати, к зомбям стоит дать «Звезду надежды», наверное. Броню обязательно на себя тоже. А «Стрекоза» просто сваливает от этих зомби и за милую душу. Да. Вдётся ядовитый след на себя. Чувствую, что сражение со «Стрекозами» будет долгим и противным. Но благо только на этой локации они так массово встречаются. Правда, ещё на одной, по-моему, дальше в игре. Это неважно. Стрекоза. Съёма, я даже навестись от неё нормально не могу. А вот примерно понимаете, какое мучение здесь сделать противникам. О-о-о. Отсваливать. Очень долго перезаряжаются наши заклинания. Так, броню на себя. Да, это единственный вариант. Это только вот зависать над ней. Вот так. Это та же проблема, что у «Аноха» была со «Стрекозами». У «Морога» она тоже наблюдается. «Морог» с ними справлялся просто замечательно на раз-два. Но вот здесь, к сожалению, нет такого. Ого. Аж эту постройку на бок уложил. Слушайте, у меня же есть отличное заклинание воскрешения. Что, если использовать его в борьбе со «Стрекозами», а? Поднять зомби. Да, вместо «Пойзенновой» себе поставим. Пускай заряжается. Ну, блин, «Звезда надежды» что-то вообще не огонь. Не, это кратно-кратер лучше оставить. Эти динозаврики здесь еще мелкие шастают. Нужно, наверное, нам подождать воскрешение. Сейчас, когда зарядится, может быть, «Стрекоза» сможет эффективнее наваливать. Так, воскрешение. Чёрт, а я зомби поднял, что ли? А, это было поднятие зомби. Это было не воскрешение, сорян. Вот, воскрешение. Лол, я реально зомби поднял одиночного. Как же он слаб против них, боже. Так, на этих пацанов надо же на кратер, только их нужно собрать воедино. А здесь уже сейчас хожу без брони, потому что «Стрекоза» в округе не так много. Так что давайте попробуем воскрешение. Ну что, у нас этот «Стрекозу» просто выжигать будет, и всё? «Стрекоза», ты как бы летать умеешь, да? Ты не помнишь это? Чё-то мы так низко летим. В чём дело? Чё мы так низко летим вдруг? А вот подъём сработал. Да, чё-то «Стрекоза» как-то очень кисло отработала, скажу я вам. Нужно этих мелких гадёнышей уничтожить одним кратером. Пусть бегут на меня. Они просто будут выжигать «Стрекозу» своим огнём, а мне этого не нужно. Сейчас мы их всех заберём. Класс. И новый уровень. Отлично. Уничтожили. Давайте посмотрим, что теперь у нас есть на выбор. Да пока, в общем-то, ничего нового. Вызовать Духа Земли пока недоступно. Вот «Звезда Отчаяния». Может быть, её стоит взять. Может быть, она хотя бы будет полезна против них, потому что они реально задолбали. Давайте возьмём «Звезду Отчаяния» и «Жизнь» я тоже буду подкачивать потихоньку, потому что очень хреново без неё. Хотя есть заклинание ещё «Чёрная кожа», которая неплохо, по идее, должна действовать на призывных существ. Может быть, даст побольше брони. Давайте, наверное, да, возьмём... А, на два заклинания нас не хватит. Если так... А, два заклинания за уровень всё равно не взять. Ну ладно. Три жизни не то чтобы много. Заклинание «Медленная смерть» что-то пока не оценил я. Слишком мало урона она наносит. Если бы оно тикало быстрее, да, возможно, был бы смысл. А так нет. А можно поднять вот этого динозаврика. Он делов должен наделать неплохих. Стрекоз, опять же, на себя согрит. Что будет круто. Да, такой вот его урон, артиллерийский, да на нашей стороне, уже неплохо. Ах, его выпиливает вот этот гад. Ничего, ничего. Оу. Очень больно прилетело. Зазевался я на секундочку. Хорошо, что эта стрела мимо пролетела. Что-то стрекозы неожиданно отспавнились вновь. Нужно сейчас вынести этого динозавра и... Хорошо, что у меня регенерация нормальная. А, у него звездочка, кстати, за то, что он убил того. Боже, ну... Зачем такие круголя делать, а? Какой в этом смысл? Так, этого не хватило, мы видим. Поэтому придется на нем яда настакать сейчас. Зато он будет элитным. Это значит, что он урона больше наносить будет и иметь больше хп. Сколько же на тебе яда, дружище, настакать надо. Сейчас кратер, когда пройдет, мы его поднимем. Он сможет переманить на себя стрекоз. Так, вот этих динозавров вредных не осталось. Это говорит о том, что мы, в принципе, можем попробовать... Поднимать стрекоз, которые сражались бы за нас сейчас. Я пытаюсь подобрать тактику борьбы с ними. Пока получается не очень. Ё-моё, зачем так делать, а? Очень-очень-очень трудно по ним попасть. Да, у меня есть заклинание ядовитый шлейф. Мне не хочется его тратить. Жду, когда стрекоза зависнет, чтобы можно было поднять ее. Вот. Начала она, вроде, что-то делать. Стрекозы друг по другу, конечно, скорее всего, не попадут. Это понятное дело. А если попробовать поподнимать этих динозавриков мелких, интересно. Блин, они со стрекозятника с этого спауниться. Нужно обновить броню. Вот этого нужно уничтожить, чтобы он на звезде не мешал. Отлично, ему там чуть-чуть осталось. Поднимем очередную стрекозу. И попробуем заклинание два вместе применить. Звезда отчаяния и Звезда надежды. Может быть, это что-то даст лучшее. Здесь поднимем гору. Твою же мать. Ты сказал гору. Поднимем. Куда ты полетел, морок? А, типа, отлететь нужно было на достаточное расстояние. Что делает эта Звезда? Непонятно. Не ясно. Вроде отбивается потихонечку. Тут можно призвать зомбей, чтобы разрушили стрекозятник. И самих стрекоз прибрали. Ну, что там? Делает Звезда наша что-нибудь? Ну, Звезда вроде что-то пытается изобразить. Получается, у нее не очень. Ох. Вот это мы урона там приняли. Охренеть, здесь, конечно, спавнил стрекоз. Тяжело. Тяжело здесь сражаться морогом. Так. Заклинание что-то довольно быстро иссякло, кстати. И вот снова отспавнилась стрекоза, с которой что-то надо делать. А делать-то с ней особо и нечего. Тяжело. Тяжело. Будем, наверное, противопоставлять их самих, им же самим, поднимать, то есть стрекоз. Они сражались друг с другом. Да, вот вроде, вроде бы это эффективно. Сказав, все еще живая. Варь такая. Да, нужно к них убивать, видимо, и поднимать себе армию стрекоз. Вместе с этим. Только так с этим может что-то получиться. Да, чувствую, что это будет долгим процессом. С таким набором заклинаний. Возможно, стоило прокачивать силу огня, чтобы была самонаводящаяся атака к этому моменту. Но я не уверен, что у Морога есть самонаводящаяся именно атака. Все, пока упирается в заклинание поднятия мертвых. Второго. Нас еще нет. А это урон копеечный, конечно, идет. Ну ладно, хотя бы это логово разрушили. Да, вот за остальные драконов что-то было значительно проще. А тут прям вот такое. Обязательно броню на себя. Сферки что-то себя как-то показали не особо. Может быть, им ярости не хватает просто. А ядом мы там полчаса их убивать будем. Так, ну, нужно забрать этот стрекозятник, я считаю. Так, хотя бы его забрали. И нужно поднимать стрекоз тех, которые уничтожены. Потому что только так из этого может что-то получиться, я думаю. Чтобы вот поднять их целую армию. И тогда они бы начали сразу нарезать. Эти стрекозы, если честно, воскрешенные тупят сильно. Вот найти не могу, где погибли те, которые были до этого. Ну ладно, так хотя бы отвлекается от нас. Боже, по ним попасть прямой наводкой это та еще задача. Можно сделать только когда она зависает на нас. Когда она зависает на нас, она наносит 45 урона. Начинается полная жесть. Я, в принципе, мог бы уже построить город, но у него тут же бы ничего не осталось. В том-то и проблема. Эти динозаврыки мелкие, вредные. Интересно, огненное дыхание что-то наносит при этом? Почти ничего не наносит. То есть можно спокойно типа стоять под ним. Скуда они вообще берутся? Здесь пещера, наверное, где-то рядом. Аж проголодались, пока их выносили. Так, этого товарища надо прибрать кратером. Как-то из него очень интересно сейчас выбрался. Можете увидеть, как-то мучительно, конечно, все происходит. Медленно. Ужас какой-то. Можно забрать этот стрекозон. Вот, единственный вариант, по-моему, борьбы с ними, это поизо новой, то она как бы выносит их не сразу. Вот, отлично. Теперь на нашей стороне будет стрекоза. Хотел сказать, сейчас на нашей стрекозе будет сторона. Но все упирается опять-таки в поток маны, то есть, хотя нет, воскрешение перезаряжается, по сути, довольно быстро, если мы будем постоянно иметь на своей стороне армию стрекоз. Я тебе кину камень сейчас. Из этого может что-то получиться. Не просто армию стрекоз там, допустим, а... Еще динозаврики вот эти, вредные мелкие, которые жгут монстров. Из этого тоже может что-то получиться. Он что-то предпочитает стоять издали и вот так наяривать. Хотя это очень интересно выглядит. Смотрите, он куда-то там в просвет попадает и дамажит все-таки здорово вот этого. Ах ты, я его... Я его немножко угнал в сторонку. Он психанул и ушел. Давайте ему звезду отчаяния туда повесим. Чтобы она его корежила. И вот так на пару со звездой отчаяния уже раздамаживать. Вау. Было больно. Поднимаем очередную стрекозу. Она еще не отработала свое. Эту замедлим и с ней тоже разберемся. Кстати, она почему-то элитная. Вклонились. Хорошо. Сразу, как же тяжело по тебе попасть-то, а? Раз ты элитная, тебя поднимать, кстати, будет более профитно. Там важно ее сейчас не потерять. Полторы тысячи опыта за нее дали. Ни хрена. Раз она элитная, у нее больше здоровья. Это круто. Давайте поднимем. Она должна нам сейчас помочь. Давайте ее совместно со звездой надежды. Сказать ей. Сделать что-то будешь? Вроде будет. Хорошо. Написано было, что звезда надежды еще вроде как должна подлечивать цели. Но что-то по факту этого не очень-то происходит. Ну вот, сейчас веселее стал. Мы можем поднимать стрекоз. А, да, действительно подлечивает. Она на 10 хп подлечила нашу стрекозу только что. Действует вместе с ней. Ну вот, неплохо. Неплохо. Не знаю, может быть стоит взять лечение призывных, чтобы можно было постоянно держать при себе взвод стрекоз. Какой вариант. Так, это все еще наша стрекоза. Да, может быть стоит действительно взять заклинание лечения. Хотя, проще чем лечить, то воскресить ее еще раз, если честно. Чтобы она работала. Воскрешение перезарядится. Она пойдет в бой еще раз. Не отработала свое. Что-то звезда надежды все равно вот... Не то, чтобы прям сильно что-то делает. У нас есть монстр, которого тоже можно поднять. Динозаврик вот этот. А, звезда надежды вообще куда-то вон туда ухотила. Какие-то непонятные дали. Может быть зомби от них будет больше толк? Да, они вон разносят по камушку эту постройку. Пока вынесем от этого большого динозавра рядом с городом. Можно скастывать. Кстати, стоит с ними взять заклинание далекая звезда, чтобы их можно было легко замораживать. Просто ядовитый трейл пока все равно не при делах особо. Но я не знаю даже, что заменить. И заменять только ядовитый трейл вот этот. Но может быть звезду отчаяния заменять как вариант. А нет, тоже не хочется ее заменять. Замедление тоже нужно. Блин, все нужно? Ладно, тогда заменим зомбей. А этого просто замедлим. Мужик, мужик, что-то я себе возомнил. Вот мы его заморозим. Затем мы повесим звезду отчаяния. И она его спокойно, мне кажется, распилит. Звезда. Ты будешь что-то делать? Да, возможно, ее стоит развешивать не прямо под ним. Потому что звезда явно страдает какой-то хренью. Ладно, будем мы это иметь в виду. А его убьем просто так. Тяжелая локация для морога, конечно. Тяжелая. Я думаю, дело не в раскачке вовсе. Поднимем очередной стрекозон. Она показала себя наиболее полезной. На тебе звезду. Надеюсь, она что-то будет с ней делать. Вот, звезда отчаяния. Кстати, да, под замедлом со стрекозой забирай. Очень хорошо справляется. Вот она, комбан, необходимая для выноса стрекоз. Мы ее нашли. Ура! Наконец-то. Ух, нихрена у вас. А откуда у вас здесь столько взялось? Уже не важно. Наста кольеда. Отлично. Нужно... Не, нужно зомби тоже вернуть. А я, наверное, гору не буду брать. Гора пока слишком дорогое заклинание. Если под него будет ячейка, то круто. Хотя гора нет. Это гора полезна. Просто взвод зомби и как бы тоже хорошо. Ах ты! Подло такая. Ничего, сейчас мы с ней разберемся. Сейчас, погодите. Сейчас звезда отчаяния перезарядится. Мы с ней поговорим. Метло. Звезда отчаяния. Перезаряжайся. Надеюсь, она будет стрелять именно по стрекозе, а не по кому-то еще. С этими гадами, я помню, самый хороший способ сражаться, это с далекой звездой. Ах ты! Не, ну... Она выносит неплохо и так, это даже. Заряжаем стрекозу, она свое не отработала. И вот так можно поднимать себе армию целую из них. О, там звезда отчаяния все еще сжарит по кому-то. А, она пытается... Мечника прибить. У меня есть ему применение получше. О, у меня здесь две звезды отчаяния, оказывается, работали. Да? Прикольно. Что ж, давайте попробуем, наконец, построить город. Мне кажется, ждет его судьба незавидная. Ну, хотя бы попытаемся. На охране будут стрекозы из поднятых. Так что из этого что-то может получиться. К тому же звезда отчаяния здесь есть. Сейчас еще динозаврика, кого-нибудь вредного поднимем рядом с этой постройкой. Так, а ты живой? Живой, элитный. И живой при этом. Да. Подняли. Так, проснулся какой-то гаденыш где-то. Ага, вижу. Заморозим. Ничего страшного. Ох, в какую-то дичь непонятную полетела звезда. Поэтому придется убивать его так. Не, ну звезда отчаяния там, кстати, жарит. Остается она на довольно долгий срок, что радует меня. То есть их можно реально размещать рядом с городом. И от этого будет какой-то толк. Поднимем стрекозу также. Там элитная стрекоза. Единственное, деды сейчас будут воровать трупы. Вот это не круто. Блин, реально хорошее заклинание очень по стрекозам. Что же ты, я раньше им не пользовался. Скорострельное такое. Заморозить. Да, реально ведь тема эта звезда. Динозавра поднимем. Пусть разваливает свой домик. Надеюсь, он не по стрекозе бить начнет. То будет смешно. Ого! Отспавнилась целая куча стрекоз. Непонятно откуда. Это будет тяжело. С трудом попадает она по ней, конечно. Но неплохо. Так, очередная стрекоза к нашей великой армии. Осторожнее стоит быть. Ни хрена у вас здесь. Слушайте, ну здесь нужен ядовитый трейл уже. Без него никак. Да, города останутся походу рожки да ножки. Потому что здесь с криптом, по-моему, спавнится атака врагов. И ничего с этим ты не сделаешь. 50%? Ну да. Здесь город развалят, скорее всего. Тогда будем вываливать им просто ядом. Вот. Летать так, как мы это делали с синистер-вингами. Да нет, даже ядом что-то не особо не травится. Да, вот. Тяжело, тяжело воевать со стрекозами. Может быть, их сейчас ударной волной от города накроет, как вариант. 55%. 55%? Да нет, мы тут ничего не сделаем. Попробовал, конечно, я там звезду отчаяния, а нафигачить, но что-то мне кажется, что немного это даст. Тут стрелом летать надо, именно под броней. Я все равно попробую. Пытаюсь что-то сделать. Можно, конечно, замедлить их. Очень много урона вываливается. Я тут без брони не знаю, что бы делал вообще. Пока трелом мы зацепили только одного динозаврика. В принципе, можно их попробовать уничтожить так. О, новый уровень. Посмотрим, что у нас есть. Ура! Наконец-то наши страдания будут закончены. Это очень крепкое существо. Перетащим себе вместо далекой звезды, пускай заряжается. Это самая полезная штука из тех, которые у нас есть на данный момент. Город, скорее всего. Да, никак нам было не спасти, но вместе с тем легла довольно обширная пачка стрекоз, и это круто. Одновим на себе сейчас броню, потому что без брони здесь летать крайне опасно. Как я говорил, два попадания, и вам каюк. Воскресим только вот эту стрекозу. Вновляем броню. Так, что у нас за метло есть, да? Замедлили. И потихонечку начал заряжаться элементали. Жалко, нет массового воскрешения, вот и реально жалею об этом заморога. Это было бы очень здорово. Приоритетно разбираемся со стрекозами. Самое важное, сделать это самые мерзкие враги. Тебе звезду отчаяния? Какая-то элитная стрекоза, она, видимо, кого-то уже убила. Сейчас на нее плюнем. Вот здесь с этой теткой. Ах ты, зараза. Сложно, сложно по ней попасть вот такой прямой наводкой. Нужно, чтобы стрекоза зависла, приготовившись стрелять. И только тогда можно что-то с ней сделать. Элементаль тем временем зарядился уже примерно на четверть. Основная масса стрекоз убита. И это круто. Нам нужна теперь своя тяжелая артиллерия. Проще всего это сделать, зависимых над ним с ядовитым трейлом. Да, никто не говорил, что будет легко. Никто не говорил. Боже. Ну, яда на нем прилично так стакается от трейла, то есть, как бы зависаешь прямо над ним, и его ядом прямо вырубит вот от этого. Можно даже пока трейл действует, то же самое сделать со вторым врагом. Он там будет ерзать, ворочаться. На нем уже столько яда на стакается, что мало не будет. Пусть у него там и регенерация высокая, но это нему ничего особо не даст. Это не жилец. Ну вот, отлично. Теперь, когда у нас появится земляной элементарь, дела явно пойдут в гору. 45 урона прилетело нам. Это не страшно. Пока он там ворочится будет, сто лет пройдет. Прилетела еще одна стрекоза. Динозаврик против динозаврика, брат против брата. Этого года замедлим. Я же воскресил его. Че он лежать-то остался? Или я там землю воскресил? Ужас какой-то. Так, яда на стакли? Хорошо. Сейчас скоро земляной элементарь решит все наши проблемы. Разом. Ура, вот и он. Погнали. Затестим его в бою. Кидаем на него же мертвую кожу. Теперь он вырубит их всех нахрен. Отлично. Сюда стрекозу возвесим. Ну о, элементарь там валивает. На него зверин можно будет потом еще скастовать же. Оу. Улетели под какой-то рандомный снаряд от динозавра. Да, элементарь там, конечно, вываливает от души. Нужно, чтобы действовали с ним заодно. Поэтому кратер сейчас здесь я организую. А, это был трейл ядовитый, да? Ну ладно. мертвую. Тебе, уют. Камера, что ты творишь? Элементарь там все еще вываливает. И весьма неплохо вываливает. Вот броня на нем закончилась Как видите, очень живучий он Просто то, что нужно Оставил и ушел Так, вот теперь точно здесь нужен кратер Потому что они меня замучили уже Отлично Алименталь еще живой-то остался, кстати Забавно Он очень неплохо отработал Очень хороший алименталь Закинуть такого гуща врагов и всем хана Так что, как видите, работает эта тема довольно неплохо Это логово я оставлю на раскормку Сейчас мы сходим до ближайшего старикозятника А от старикоз, наверное, пусть и действительно лучше работает вот этот алименталь Он справится с ними намного лучше, чем я Это делаю Особенно когда мы на него свирепость еще наложим Могу себе представить Ну-ка О, класс Вот, вот то, чего мне так не хватало ПВО, собственно Вот оно На себя броню На всякий случай Так, и вот сюда Не знаю А, кратер у нас есть Так что можно кратером убить эту постройку Отлично Потрясающе Он просто справляется И пока живет Там еще и нового Приличная часть Можно вместе с ним, кстати, ставить Как вариант Звезду надежды Чтобы она его подлечивала Можно, да Вместе лучше их ставить Хотя, по-моему, алименталь земли ограничен по времени Так что подхиливаю ты его или нет Когда время Действия заклинания кончится По-моему, он а так, а так Погибнет Это неизвестно Тайно вестись Но покушать хочу Ого Да, такого нам только элементали поможет Опять целая рова Стрикос приперлась Ничего, ничего Сейчас, сейчас мы Чуть-чуть осталось До элементали Отлично А, это был неон Это была Звезда Она хотя бы на себя отвлекает врагов Хоже, но Я элементали хотел призвать Время целой Зарубы сейчас Так, тихо Броню на элементали И заведу отчаяние Пять на четверть Город разломали Чёртовы стрикозы Замедлили Так, чем там разбирается элементали Я не пойму А, со стрикозами Ну, в принципе, ладно Разбирается весьма хорошо Этого нужно Убить Отлично С одним гадом Разобрались Не по-детски Там валивается стрикозом Элементаль Просто разрывает их В клочья И это радует меня Очень радует Наконец-то закончены Ужасные страдания С отсутствием ПВО Нормального Что он задумался А стрикоза тем временем То летит Не, отлично Сработал всё равно Стоит имеющийся стрикоз Также поднимать И, наверное, динозавра Тоже лучше поднять Потому что Лучше, чтобы они грызли С друг с другом Замедлим Пусть эти воюют Друг с другом По кому? Он стреляет по стрикозе, что ли? Да, по стрикозе Нафига И это новый уровень Как я говорил Нам немножко не хватает жизни Поэтому Рызень мы Вот на 91 раскачали Таким образом Мы сможем пережить Два попадания от стрикоз Вот только маны Конечно же Как иначе Лимталь Это всё, что нам здесь нужно Странно По идее, это враг Но он спокойно Разгуливал рядом с городом Совершенно непонятно Как это работает Сейчас жду пока Стрикоза повернётся ко мне Там один удар примем Но Зато её можем убить спокойно Этот динозавр наш Поэтому Как бы вполне спокойно Всё с ним Стрикозу Заглючило Поэтому мы спокойно Можем убить, наверное Класс У нас появилась Собственная ПВО А ей очень нужен Следующий элементарь сейчас Или хотя бы Звезда Которая будет стрелять Этим чёртовым стрикозом Хотя бы отвлекает их И ладно Что там город не выпилили ещё Нет, вроде Опять спокойно там враг Разгуливает рядом с ним Ах ты гад А ты откуда припёрся-то За прутом на дне ущелья С динозавриком Смотрим, как тебе будет 50% развалили город Снова Вроде тут ничего такого Смертельного Во Отлично Как видите, да Здесь нелегко даётся Защита города Очень на локации Заморога Пока поток мана Во всяком случае Слишком сильно не раскачан Починим город Пока есть такая возможность Вроде бы чинили, да? Звезду отчаяния Также сюда Звезду надежды Втроём они, по идее, должны выруливать Как из пулемёта Так, это не жилец Ну во Правда динозавр пришёл На этот раз С другой стороны Как же вы заколебали, а? То один, то другой То один, то другой Приходится гору Поднимать на вас Ого, какого С горы колбасит Работает местная физика Вернее, её отсутствие Ну, элементаль Конечно, жарит от души И остаётся весьма долго Так вот Трупиков от стрекоз После него не остаётся Но это и не важно Развили город до следующего уровня Теперь он, по крайней мере Так быстро Не будет уничтожен Да, это было потно Именно по этой причине Стоит иметь При себе заклинание Мгновенное возвращение Эрнтрейл яда мы уберём А поставим себе в слот Мгновенное возвращение Элементаль теперь Как ни крути Гораздо эффективнее Ну и стоит просто Видимо перед уходом Из города Оставлять при себе Данное заклинание Попробуем Вскресить Динозаврика Посмотреть Насколько эффективно Он будет Показывать себя Этого замедлим Я даже помогу ему Мне интересно Стреляют друг по другу Сейчас Дуэль 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 Этот элитный даже То есть Да Прикольно О, там Элементаль Еще живой Оказывается То есть Мы пока Действовать Первый Мы можем Даже призвать Второго А потом Когда у них Будет Азверин О, могу себе Представить Атка Не ходит Его еще И подлечивают Прикольно Прикольно Вот это Интересная тема На защите Городов Элементаль Оставлять Действительно Интересную Стрекоза Решила Подкрасться С другой стороны За ней Рыцари Бегают Пытаются Здесь Что-то Сделать Естественно У них Ни хрена Не получается Что ж Призовем Элементаль С этой Позиции Тоже Скай стоит На охране Города Мы сами Пойдем Видимо Чистить Локацию Сейчас Когда я Локацию Почище Ко вам Вернусь Потому что У нас Серия Весьма Затянулась Ох Нифига Элитный Динозавр Нет Погодите Погодите Такое Мы не можем Пропустить Сейчас С двумя Звездами Кого-то Фарш Покрошил Видимо Все равно Сдох От кратера Зато 3000 Опыта Почти За него Дали Вот это Да Вот это Ничего себе Ладно Сейчас Покрошим Логовище На локации И я к вам Вернусь Отстроился Город До пятого Уровня На этом Этапе Выдается Задание За охотника Нужно Найти Три группы Зелотов И уничтожить Демонических Чердеев Эту миссию За людей Я вырежу Если интересно Оставлю подсказочку Прохождение Этой миссии За Аноха Ну вот Наконец-то Снова Мы за Морога Дает Задание Нам Наведаться В Голден Вудс И Разобраться С тамошним Королем Эти Зелоты Кстати Частично Выжили Но думаю С таким Количеством Противников Это Ненадолго Что же Видимо С логовами На локации Мы разберемся Потом Сейчас Наша Задача Наведаться Именно В Голден Вудс Я дал тебе Последний шанс Жить И служить Самому Скорбору Ты отказался Так Наш традиционный Способ Никто не ждет Испанскую Инквизицию Где наш Кратер Вот Наш Кратер Как же Все проблемы Решаются Легко И просто А знаете Как они Решаются Еще лучше Сейчас мы Сраного Королишка Поставим Наедине С земляным Элементалем Под яростью Потому что Именно до ярости Удалось его раскачать Кстати А где он? А Я ярость Короче наложил На землю Ну отлично Ладно Здесь в принципе Уйдет достаточно И самого земляного Элементаля Разъярить Мы его Разъяреем Ух Как разъярим У нас Еще и гора Ведь есть Ярость На элементалем Да пофигу На все верши Камни Вообще О элементарь Там все Пошел Нарезать А мы Пошли Пировать Ух ты На момент Проглянул Сквозь Гору И Стало Видно Текстурку Неба Прикольно Сраный Королишка Закончился Закинем Кратер 75% Повреждений Города У нас Сейчас будет Не только 75 И все 100 Можно Зарядить Звезду Отчаянию Думаю Она Добьет Блин На полтарю И стрелять Не хочет Странно Ну Сами Добьем Доскорить О Отлично Сразу Немножечко Опыта Заголден Лутса Набежала Эта нечисть Чуть не угробила Меня Нифига себе Где его заспаунило Эх Хотел его съесть Наверное Недалечу я до него Он раньше исчезнет Что ж Теперь наша задача Это очистить Все оставшиеся области От вражеских логовищ От большинства монстров Это я естественно Сделаю уже за кадром Ну и сделаем это Уже в следующей серии А пока Надеюсь вам все понравилось Особенно Та офигенная дырища В которой превратился Голден Вудс Так что Если серия понравилась Ставьте лайки Делитесь своими мыслями В комментариях Будет интересно узнать Тех кто помнит Эту игру Интересную Давайте Жду вас в следующей серии До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok